При вычислении чисел Фибоначчи нам пришлось избавиться от рекурсивной версии алгоритма из-за слишком большой глубины рекурсии. В случае алгоритма Евклида количество шагов, напротив, не слишком велико. Оно не превосходит с точностью до константы алгоритма максимального из исходных чисел. Поэтому мы можем реализовать алгоритм Евклида рекурсивно. Для этого, если b больше нуля, то мы запускаемся рекурсивно после замены a на его остаток при делении на b. В противном случае возвращаем a. Этот код можно еще чуть-чуть упростить. А именно, остаток при делении не присваивать во временную переменную. К тому же, теперь условие b больше нуля может быть неверно. Поэтому мы можем проверять только что a больше нуля. Компилируем. Проверяем, что программа работает на простом тесте. И измеряем время работы. Программа, к примеру, работает около 1 секунды. Тем самым, наши изменения никак не повлияли на производительность программы. Программа, Wizard ofad. Какая цепь в карьеру. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...